В этом фильме мы хотим рассказать о геологе, который стал главным сначала для Западной Сибири, а потом и для всей страны. В этом фильме нет преувеличений. Лев Иванович Ровнин долгие годы определял направление и стратегию поисков месторождений нефти и газа. Способствовал созданию в России высокоразвитой геологической отрасли. В декабре 2018 года на Селезневской улице, в доме, где долгие годы жил Лев Иванович Ровнин, открывали памятную доску. Ровнину исполнилось бы 90 лет. Совсем недавно, в ноябре месяце, в Тюмени был открыт памятник Леву Ивановичу. Заложен сквер. Мы решили в Москве оставить эту память. Лев Иванович, это человек эпохи, которая призвала молодых, именно молодых, в 25 лет стать главным геологом Треста и пойти, пойти, пойти по этой ступени и буквально через 15-17 лет уже возглавить министерство. Каждое решение принималось в кабинете главного геолога, а потом главный геолог должен был ехать в Москву и защищать предложение здесь. И только после этого санкционировалось бурение. Ответственность личная была на нем. Когда уже кончил 10 класс, это был 1945 год, вот уже мирное время наступило, и я поехал учиться в Саратовский университет. Там подалось заявление на геологический факультет, естественно. В университете студент Ровнин работал в аэрогеологической экспедиции, трудился на буровой, участвовал в научно-студенческом обществе и даже пел в хоре. Мне дали направление в Западную Сибирь. Я прибыл в Новосибирск с супругой, она тоже окончила. Перед окончанием мы поженились. Она вместе со мной оканчивала университет в одно и то же время. Биологический, правда, факультет, но потом она стала геологом. И из Новосибирска меня отправили в Тюмень. Это фотография 21-летнего Льва Ровнина, выпускника Саратовского университета. На обороте надпись. Через несколько часов объявят, что направляем вас в Тюмень. Лида в слезы, а я счастлив. Молодую жену понять можно. Тюмень тогда, дремучий необжитый край. Столица деревень, как ее называли. Ровнин работал сначала в Ивлево, затем в Покровской нефтеразведке. Лида преподавала биологию в школе. Снимали угол в старообрядческой деревне. Только-только я был назначен главным геологом. Была закончена Березовская опорная скважина. У Березовы она бурилась по специальному плану, который разработал Ростовцев, Бакиров, целый ряд других ученых нашей страны. И она вскрыла на глубине около 1300 метров так называемый фундамент. Это изверженные породы, граниты. И далее уже бурить не было смысла, поскольку ниже. В таких породах обычно нефть не ищут. Скважину закончили, и было решено спустить обсадную колонну. Возник спор с главным инженером Ющенко. Ровнин настоял колонну спустить, но не допускать до фундамента. Повесить, чтобы она не встала на забой скважины. Тогда можно было бы испытать и фундамент, и небольшой пропласток гравелистого песчаника, который там находился. Но когда разбурили они цементный стакан внутри обсадной колонны и стали поднимать инструмент, буровая бригада не доливала скважину глинистым раствором. Оказалось, что там газоносный пласт внизу, но не пласт, там и фундамент был трещиноватый, газом насыщенный, и пропласток, это небольшой базальный горизонт. Ударил фонтан, выбросил 200 метров инструмента, труп бурильных, долото, выбросил и рядом со скважиной уложил так, кругами. Вот и скважина начала фонтанировать. Это было 23 сентября 1953 года. Это самый первый фонтан вообще. В Западной Сибири никогда фонтанов не было. По сути, эта скважина открыла Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию. До 1958 года рядом с Березовским тюменские геологи открыли целую серию газовых месторождений. Поиски нефти в Западной Сибири продолжались, правда, пока без видимых успехов. Пурили скважину за скважиной. Знаете, как иногда, особенно секретарь райкомов партии, говорили, что вы все бурите, бурите и воду получаете, а нефти и газа у вас нет. Но приходилось объяснять, в чем соль. Тогда мало кто понимал, что, чего и как. Потому что геологией мало занимались. И тогда была масса людей, которые не верили в западно-сибирскую или тюменскую нефть. Говорили, да нет, там нефти никакой. Ну, вы помните слова из песни Высоцкого, да? Один чудак из партии геологов сказал мне, вылив грязь из сапога, вы ничего в Тюмени не отыщите, какая нефть, кругом тайга. Много было неверующих и среди планирующих, людей, которые занимались планом, и среди ученых. Вы ничего в Тюмени не отыщите, в болото вы вгоняете денегу. Но мы оставили не один десяток тракторов в болотах. Вот он идет, зима, идет, намораживает немножко, потом проваливается и уходит куда-то на губину 12 метров. Все, доставать трудно. У нас даже и люди попадали тут в гибель. Особенно сейсмики. Правда, мы вытаскивали много тракторов. Так нефтяники преодолевали все мыслимые и немыслимые трудности. Надежды, однако, начинали сбываться. В апреле 1958 года у поселка Малый Атлым получили первую непромышленную нефть. На Шаимской зоне были выявлены несколько поднятий. Вот, Мулы-Минская, Трехозерная. И мы туда вышли в 60-м году. И когда первую скважину пробурили на Мулы-Минском поднятии, она тоже вскрыла фундамент. И все. А на фундаменте лежат глины. И никакого пласта нет. Выше есть пласты, но признаков мы никаких не увидели. Тогда опять же приняли решение. Но я принимал решение, потому что это была моя работа. Спустить колонну опять открытым забоем. Не допустить ее до забоя. Настал решающий час. 18 июня 1960 года. Русские субтитры Мы подобрали ключ к сибирской нефти. Вот так была открыта первая промышленная нефть. Все, к нам поехали сразу из Новосибирска, из министерства, ну, все приезжали, смотрели. А дальше нефтяников в Западной Сибири ждала целая серия великих открытий. На картах одно за другим появлялись гигантские месторождения. Непролазную тайгу освещали факелы фонтанов. А в экономику страны тюменцы вливали свежую кровь. Мегионская, Усть-Балыгская и другие месторождения были у всех на слуху и на первых полосах газет. А нефтяники постепенно двигались на север. Впрочем, обо всем по порядку. В 61-м году мы плавали в Сырве на катере по Аби и доплыли до поселка Мегион. Впрочем, начальник экспедиции Сургутской Салманов Фарман Курбанович, он настоял там на бурении скважины на протоке Баграс. Ее бурили. Вот тогда, когда ее бурили, мы с Реве приехали и обратили внимание, в керни, я сам расколол керн, запах нефти. А пластик всего 3 метра по керну. Но когда закончили бурить скважину, решили ее испытать. Когда испытывали, то из нее сначала пошло немного нефти, а потом стало больше, больше, больше и пошел фонтан. Пласт-то малопроницаемый, не мог он давать такого фонтана. Выше был хороший пласт, но наши интерпретаторы сказали, что он водоносный и с ним нечего связываться. Вот тогда решили прострелять этот пласт. Вот простреляли, мы получили фонтан, тоже где-то 400 тонный, так знаменитый пласт Б-8 теперь он называется. Вот он дал хорошую нефть. Это было, я бы сказал, второе открытие нефти, но уже на расстоянии 800 километров от Шаима. То есть, представляете, какие расстояния. И осенью мы пробурили скважину 62 на Осьбалыском поднятии. Один горизонт стреляем, вода. Второй горизонт стреляем, вода. А на третий горизонт надо цементный стакан было ставить, а у нас не было труб насосно-компрессорных. Ну, потом, а уже закраины льда по Абии, вот уже никто, никакой пароход не плавает. Но чудом отправили трубки с Сургута, привезли, простреляли пласт, испытали и фонтан. 420 тонн в сутки. Да, это была вторая такая находка. Мы, конечно, радовались. Мы отправили телеграмму, шел к распленуму ЦК КПСС. Доложили в наши областные органы тюменские. Все радовались. Наконец появилась своя нефть. Вот эти три открытия, они дали начало тюменской нефти. Потом была открыта еще серия месторождения. Сургутская. Затем Ленторское месторождение. Это крупное месторождение. Вот оно, правда, у нас открывалось сложно. Эта крупная структура, северная Сургута, ее ввела в разведку Усть-Балыгская нефтеразведочная экспедиция, которую возглавлял Шаповалов Иван Григорьевич, и главный геолог был Семенов. Планы мы утверждали, где, когда бурить, в какое время, на какую глубину. Это все обычно у нас в Тюмени делалось. Согласно плану все сделали, пробурили. Я был в Москве. Вот пока был в Москве, они посмотрели, ни одного пласта нет там нефтяного по каратажу. Взяли, ликвидировали скважину, утащили боровой станок, с точки утащили. А представляете, что это такое, утащить станок в тайге? По болотам. Сколько трудностей, сложностей. Ну, когда я вернулся уже в Тюмень, попросил диаграммы каратажные, посмотрел, увидел два пласта, обругал. Как же вы так могли? Это же теперь тратится 1400 рублей тогда, чтобы вернуть станок. Были противники, не хотели туда тащить станок. Со всех сторон подвергали меня, как главный геолог к критике, что ты делаешь. Но я настоял. Туда затащили потом станок, все-таки притащили станок другой. Испытали и получили тоже фонтан. Где-то около 500 тонн в сутки. Вот так. Ну, таких случаев было много. И вот когда вспоминаешь, думаешь, ну, нюх что ли какой-то особый тут появлялся. Я уж не знаю, чем это объяснять. Но какая-то интуиция всегда присутствовала. Надо сказать, что в этой работе во всей очень много помогал и делу, геологический отдел Треста, Тюмень и нефтегеология, а потом уже Тюменского геологического управления. На этом историческом снимке геологи-первооткрыватели. Они были молоды, образованы и талантливы. С великой охотой они использовали самые продвинутые методы поиска и разведки на нефтегаз. Что касается ученых, то они приезжали и говорили, да, вот эта территория перспективна, Ханты-Мансийская впадина, а она так померить, 500 на 800 километров. А куда идти-то? Где начать бурить? Вот сейсмики в этом отношении очень здорово работали, очень здорово. И я перед ними, потом я им сказал, я шапку снимаю перед вами вот за ваш такой вот труд, который позволил сделать вот такие открытия. Самотлор в переводе с языка хантов, как пишет в своей книге о ровнене, Ольга Буксина означает «мертвое озеро». В этих гнилых местах не водится живность, а вода отвратительна на вкус. Местные жители избегали этих мест, но именно сюда пришли геологи. Два года затаскивали станок на самотлор, но болото голое, озеро вокруг все заболочено, поставить негде. Потом кое-как там насыпали, навалили деревьев, короче говоря, поставили буровую, и она нам дала фонтан. Из того же пласта, который медионский пласт. Буровики с задачей блестяще справились. Позже они пробурили еще 10 поисковых скважин на этой же площади, которые дали промышленную нефть. «Потом мы начали развивать сейсморазведку к югу от Тазовска и вообще ближе сюда, к Сургуту, в направлении. Вадим Баваненко активность развил серьезную в районе Уренгоя и Пура. Здесь впоследствии было открыто в районе Уренгоя небольшая приподнятая часть какого-то поднятия, его такое замыкание. Ну, знаете, как вот гора так спускается, вот так вот, это называется замыкание. Это поднятие, это тоже самая приподнятая часть какого-то пласта в земной коре. Ну и что делать? Посмотрели мы, надо работать, работать нечем. Вот Ирвье вообще тогда был очень активный, вот это его настырность, вот это была всегда какая-то организованность. Поехал в Москву, пришел в ЦК, в Совет Министров, вот, к военным сходил и выпросил эскадрилью вертолетов. Это вертолет, который поднимали 10 тонн. И вот на этих вертолетах довезли буровую установку из Тюмени, трубы, все привезли, да, выдали точку, сам я полетел туда, на Ево-Яху, вот, был хороший солнечный день такой, вот, выдали мы точку, убили кол, написали буровая Р-1. Буровая Р-1 открыла миру богатейшее уренгойское месторождение газа. Его запасы составляют немыслимые 11,5 триллионов кубометров. От него потянулся экспортный газопровод уренгой-помары-ужгород. Это диплом первооткрывателя месторождения. Можно было бы не сделать больше ничего в жизни и навсегда остаться в истории. Самое главное, что оставил Ровнин, это Западная Сибирь. Это вот эти все нефтяные и газовые месторождения этого региона. Это дело вот этой части советских геологов, которым принадлежит Ровнин. К нам обратился с просьбой директор Норильского горно-металлургического комбината Владимир Иванович Долгих. Он прямо сказал, вот у вас есть медвежий рудник, карьер, мы добываем уголь, содержим 10 тысяч человек. Нам бы газ, поищите газ вокруг. Мы создали трест Норильск нефтегазразведка, подчиненный главчим и геологии. Я за него головой так же отвечал, как и все. И первые же скважины на Соленецком месторождении мы открыли, на Соленецком поднятии открыли газ. Тут же перетащили Симоновского, Александра Семеновича на эту площадь, чтобы он создал экспедицию. Он организатор великолепный, и он нам создал там экспедицию, которая обеспечила Норильский комбинат газом на долгие годы. Она открыла несколько месторождений, в том числе в районе Талнаха, где было крупное медное месторождение. Позднее мы уже разведывали месторождение Октябрьское, еще далее там. А если мы газифицируем Норильский комбинат, это ведь не только сокращение тяжелоработающих, так сказать, трудящихся, но это и, я бы сказал, повышение в целом культуры работы такого крупного комбината, крупного региона, каким является Норильск. Поэтому вклад в это Льва Ивановича Ровнина очень значительный. В конце 1967 года Ровнина переводят в Москву в Министерство геологии РСФСР на должность начальника Главного управления по поискам и разведке нефти и газа. Министр геологии СССР Александр Васильевич Сидоренко и министр геологии РСФСР Сергей Васильевич Горюнов пригласили главного геолога главтюмень геологии поработать в масштабах Российской Федерации. Больше всего этот отъезд переживала жена Лидия Васильевна. Она ехала в неизвестность, оставляла в Тюмени налаженный быт, друзей, любимую работу. Она работала в центральной лаборатории. Была такая лаборатория, но это фактически не лаборатория, а целый институт, начало института. И она занималась очень интересной вещью. Называлась полинология. Она смотрела спор пыльце в породах. Дело в том, что когда бурят скважину, то в принципе диаметр-то небольшое бурение. И найти какое-нибудь что-нибудь в этой скважине типа аммонита, по которым определяют возраст, очень сложно. А вот эта спора пыльца, она практически во всех породах есть. И вот этот относительный возраст по ней определяется очень прекрасно и хорошо. Лидии в 20 лет нагадали, что жить она будет в столице, выйдет замуж за большого начальника, родит двоих дочерей. Все сбылось. Она очень любила своего Леву и поддерживала его. На очередной юбилей их свадьбы она подарила ему медаль с надписью «За любовь и верность». Один из гостей сказал, что не каждый мужчина такое заслужить может. В марте 1970 года Льва Ивановича назначают министром геологии РСФСР. На новом посту он взял курс на поиск и разведку крупных месторождений нефти, газа, черных и цветных металлов, алмазов. В короткий срок Ровнен решил проблему поиска богатых запасов углеводородов на территории европейской части России, Южной и Восточной Сибири. Он внес вклад в расширение сырьевой базы добычи золота, алмазов, серебра, олова в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Организовал разведку пресных вод торфа в нечерноземной зоне России. Создал ряд новых региональных геолого-разведочных объединений. Организовал строительство поселков в малообжитых районах Сибири и Дальнего Востока. Российское министерство выполняло 70% от объема общесоюзных геологических работ. Лев Иванович Ровнин проработал министром геологии РСФСР 17 лет. В ноябре 1987 года было принято решение о ликвидации Российского министерства геологии. Он считал это просто преступлением. и преступлением в том смысле, что Союз не располагал такими возможностями кадровыми, в первую очередь, накопленным опытом, пониманием перспектив все, что имело равнины. В начале 90-х годов, когда перед университетом встала задача подготовка кадров для освоения морских нефтегазовых месторождений, освоения шельфов, тогда университет создал кафедру освоения морских нефтегазовых месторождений. Мы его пригласили профессором в эту кафедру. Отдали самый новый курс, который никогда нигде никто не читал. Он так назывался «Морская геология и современные методы морской и сейсморазведки и геофизических исследований». Новый курс совершенно. То есть его нигде никогда в мире никто не читал. И Лев Иванович занимался разработкой этого курса и читал этот курс для студентов магистратуры. Это первый и второй курс как основной выпускающий. Я вспоминаю мнение студентов. Это же ведь 90-е годы, вольница сплошная и сложные вопросы жизни для студенчества. Так вот, когда были лекции Льва Ивановича, то лекционные залы были забиты. Невозможно в одном фильме рассказать обо всем, что сделал Лев Иванович для нашей страны. Даже во время перестройки, когда все вокруг рушилось, он сформулировал программу по освоению Арктики. Ее подписал Ельцин, Велихов и Вяхерев. Благодаря этому был обеспечен заказом и спасен завод по производству подводных лодок. Он создал Совет ветеранов-геологов и смог поддержать многих, потерявших работу людей. Он поддерживал науку и молодых ученых. Никогда не терял надежды на восстановление геологической службы России. Он говорил, что без геологии у страны нет будущего и делал все, чтобы это будущее наступило. Я доволен, я счастлив, что я за годы своей работы что-то мог сделать для нашего государства, для страны. Но еще что-то могу сделать пока могу для государства на шельфе. А дальше, думаю, пусть делают мои внуки и правнуки. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон»